Друзья, всем привет! И сейчас поговорим про многонациональную Россию-матушку, как там любят и уважают другие национальности. И кому-то можно выделываться и бить, и полицию, и что угодно делать, а кому нельзя. Сейчас обо всем подробно. Не забудьте подписаться на канал, жмите лайк, комментируйте то, что вы сейчас увидите. Итак, в Казани произошла массовая драка. В отделе миграции возле него стояли люди, ждали-ждали в очереди. А потом что-то надоело им ждать, и пошли его просто штурмовать. Вызвали туда полицию, Росгвардию, кончилось это все конкретной дракой. Посмотрите. Посмотрите еще. Ну а как оказалось, друзья, это были не просто какие-то мигранты, не просто какие-то иностранцы, а иранские студенты. Иранские. А Иран важный союзник России, понятно. Дальше там объявился быстрый генконсул Ирана. Вот, посмотрите. И сказал, что мы не потерпим тут такое бесчеловечное отношение. Что это себе позволяет тут российская полиция? Так не будет, и не будете вы унижать наших иранцев. В общем, и тут понеслось по их пабликам, по их военкоров и прочих. Сейчас продавят, Тегеран продавят, всех отпустят, могут делать все что угодно, вести себя безнаказанно. Да, потому что Иран очень нужен Путину. Поэтому иранцы могут делать то, что считают нужным. И кланитесь иранскому господину. А вот если вы армяне, то тут другая история. В Саратове произошла пьяная драка, где там все были пьяные и все виноваты. Но в драке принимал участие сын главы армянской диаспоры в Саратове. Ну и тут все по-другому. Все по-другому. Значит, главу диаспоры выкинули, он уже не глава диаспоры. С работы его тоже выкинули. За сына он сам пошел извиняться, хотя сын вполне взрослый и совершеннолетний. Дело расследуется и во всем виновен теперь именно этот сын главы диаспоры, армянин. Вот он главный виновный. Легих виновных там просто нет. Посмотрите. В том, что вы задерживаетесь в порядке статьи 91-92 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, проясняю вам, что вы и обвиняете в совершении преступления, предусмотренного пунктом А, часть 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ну вот вам и Россия, как она есть. Значит, там, где она может, она унижает и плевать хотела на людей другой национальности, относится к ним оскорбительно и, в общем-то, не то, что унизительно, я бы даже сказал. А вот там, где не может, там, где рот держите на замке, то тут, вот как Иран, там, где нужны, там они, значит, и какие-то стандарты, и чему-то хотят следовать. Но вот эта страна, не то же с двойными стандартами, с 200 двойными стандартами, которая пока еще существует и называется Российская Федерация. Пишите, что вы об этом думаете. Держим строй.